Самым масштабным мероприятием прошедшей недели стал «Надом-2017». В местечке Тузбулак прошел чемпионат республики по конным скачкам. Всего в скачках приняли участие около 400 всадников по разным дистанциям – 10, 20 и 40 километров. Третье место занял рыжий конь Аяса Мангуша из села Шамбалы Козылского района – приз 50 тысяч рублей. Второе место занял темно-гнедой конь Шарана Кулара из села Шеми Дзунхемческого района – приз 100 тысяч рублей. И первое место занял рыжий конь Анатолия Андара из села Баентала Дзунхемческого района. Приз за первое место – автомобиль марки «Лада Гранта». Параллельно со скачками прошел республиканский этап первого международного фестиваля Тувинской баранины. 16 участников со всех уголков региона собрались, чтобы показать свое мастерство в изготовлении блюд из баранины. В кулинарный бой вступили местные повара из регионов России и зарубежья. Фестиваль прошел в два этапа – региональный и международный. Третье место получила Борчье Юлдашево из Новосибирска. Второе место у Константина Минеева из Уфы. А лучшим из лучших признан повар из Тувы Руслан Чашол, представлявший кафе «Белдер Кейжи». Главный приз – 50 тысяч рублей. В Туве появился Союз молодых животноводов. Учредительное собрание состоялось 14 августа в Доме правительства республики. Общественная организация поможет объединить сельскохозяйственную молодежь. Основной целью Союза является создание благоприятных условий для осуществления и развития деятельности молодых животноводов и других участников агропромышленного комплекса республики путем удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего рынков качественными продуктами питания, работой и услугами. В Президиум Союза вошли молодые животноводы из Кызылского, Улухемского, Тандынского и Пехемского районов. Также в рамках праздников прошел традиционный съезд животноводов Тувы. На районы Тувы представили 160 делегатов. Впервые участвовали представители этнических тувинцев из Монголии. Пять делегатов съезда получили государственные награды. Почетная грамота главы республики вручена чабану Мопторгалова в Юрского района Алдынову Дангаку и начальнику Кош-Агачской районной станции по борьбе с болезнями животных республики Алтай Жанару Баяндинову. Почетное звание заслуженной животновод республики Тува присвоено главе личного подсобного хозяйства села Чахоль Александру Санду и чабану племенного овцеводческого хозяйства Деспентесхемского района Орлану Айдупу. В рамках съезда семи чемпионам на дыма 2017 года по разным номинациям вручены сертификаты на приобретение солнечных электростанций. В этом году клуб тысячников пополнился. Удостоверение чабанов-тысячников получили семь чабанов. Побороться в национальной борьбе на поле стадиона «Хурир» собрались 240 борцов. После упорной схватки определилась четверка лучших. Это Айдемир Мангуш, Слдис Мангуш, Эрес Карасал и Саин Белек Тулуш. В финальной схватке встретились Эрес Карасал и Саин Белек Тулуш с государственным титулом «Слон». Последний и стал победителем чемпионата. Это третья его победа в Надыме. Главный приз – автомобиль. Ко дню республики в Кызыле открылся многофункциональный центр для бизнеса. По результатам конкурсного отбора в декабре прошлого года в тестовый проект Минэкономразвития России по открытию МФЦ для бизнеса вошли 39 участников, среди которых и Республика Тыва. В рамках государственной программы экономическое развитие и инновационная экономика правительство региона защитило проект на сумму около 12,5 рублей. Всего новое МФЦ будет осуществлять более 130 бесплатных государственных и муниципальных услуг и 68 платных услуг. Предпринимателям из числа лиц с ограниченными физическими возможностями предоставят отдельные льготы. Также в этом году в районах республики на базе действующих МФЦ появятся свои бизнес-окна. 14 августа в скультурном комплексе «Центр-Азии» прошло открытие второго международного фестиваля «Хууми» в Центре Азии, участниками которого стали более 200 музыкантов из 14 стран мира. В рамках фестиваля состоялась конкурсная программа «Дэмбилдэй-2017» и «Хууми» в современной интерпретации. В музыкально-драматическом театре республики прошли репетиции конкурсантов, где сошлись представители популярной музыки и музыкальные авангардисты. В номинации «Хууми» в традиционном исполнении соло обладателем гран-при стал Мерген Кулар. В этой же номинации среди музыкальных коллективов лауреат первой степени ансамбль «Эзенги». Также лауреатом первой степени, но в номинации «Хууми» в современной интерпретации стал Каичи Макигами из Японии. Второй международный фестиваль «Хууми» в Центре Азии посвящен памяти кангаролу Андару. Ознаменовался фестиваль тем, что состоялось открытие бронзового памятника народному «Хууми-Жи». Всего на памятник потрачено полтора миллиона рублей. Бронзовый памятник отлет в мастерской бурятского скульптора Александра Миронова по эскизу тувинского скульптора Александра Айдупа. Вдовава клонируется сделать аллею «Хууми-Жи». С местом пока не определились. Впоследствии памятник будет установлен на аллее. Также состоялся концерт воспоминаний в имени кангарола звучит тувинский «Хууми». Почтить память великого «Хууми-Жи» пришли друзья, родные, коллеги, именитые и начинающие исполнители горлового пения, а также гости фестиваля из ближнего и дальнего зарубежья.